К 180-летию Косыма Пшенбаева, известного земляка, знатока рудного отдела, в Экибастузе презентовали книгу Косым Нан Тахдера. Смотрим далее. Внук Косыма Пшенбаева, Аматая Симбай и внучка автора книги Александра Черкашина, Галина Байок, держат рука книгу Косым Нан Тахдера. В книге описаны все жизненные этапы Косыма Пшенбаева. Широко освещается его детство, первые обнаруженные месторождения, первые промыслы на Экибастузском уголе и Макаинском, золотых приисках и другие документальные сведения. Это реальная книга про моего деда. Скоро будет его 180-летие. Открытие Косыма Пшенбаева дало толчок развитию открытого месторождения угля в мире. Благодарен тем, кто перевел книгу. Автор повести – баянаульский краевед Александр Черкашин. Рукопись к книге была напечатана в 1972 году на печатной машинке в поселке Баянаул. Калина Марьяновна уверена, что ее дедушка был бы доволен этой книгой. Это произведение должно быть в каждой школьной библиотеке Полдавской области как минимум. Ведь это история нашего края, считает она. И то, что она на двух языках переведена, это очень прекрасно. Потому что дети наши должны об этом знать. Дети даже многие не знают. Потому что я как бы вперед эту эту историю. Поэтому благодарна всем тем, кто принимал активное участие, спонсором высадки этой книги. Я думаю, тираж должен быть очень большой. Книга была переведена на казахский язык по инициативе Музея литературы и искусства имени Бухар Жирау. Мурат Вилумажит, Евгений Олейник и это сахпарат языки бастуза.